После новых назначений Трампа сторонники Украины вздохнули с облегчением, сообщает нам Политико. И я вдохновлен, оказывается, Политико смотрит канал Шетельман. Ведь действительно, именно вчера, прямо здесь, на канале Шетельмана, в выпуске, я что сделал? Я вздохнул с облегчением, действительно, узнав о том, что именно Марко Рубио станет новым госсекретарем США, а Вольт станет новым. Кем он там стал? Я уже забыл. А, правильно, советником Трампа по национальной безопасности. Да, вздохнул с облегчением, полностью согласен. Но каковы Политику? Посмотрели, услышали, как я вздохнул, тут же написали. Но единственное, могли бы написать, там, сторонник Украины вздохнул с облегчением. Или просто Шетельман вздохнул с облегчением после новых назначений Трампа. Это было бы гораздо более четко. Что они пишут? Что бы законодателя, о которых я уже упомянул, придерживаются внешнеполитической доктрины Трампа, Америка превыше всего, но остаются ярыми ястребами, когда речь идет о подходе США к таким противникам, как Китай, Иран и Россия. Да, Рубио и Уолт ставили под сомнение голосование против предыдущих пакетов американской помощи Украине, но не из-за недостатка поддержки Украины в борьбе с Россией, а потому что считали, что США тратят недостаточно средств на защиту южной границы. Киев достаточно спокоен и вполне доволен объявленными на сегодняшний день должностными лицами по вопросам национальной безопасности. Те, кто продвигает нарратив беспокойства в Киеве, делают это в собственных целях и оказывают Украине медвежью услугу. Сообщил нам кто, внимание, сейчас скажу, прямая речь республиканского эксперта по вопросам внешней политики и президента компании Yorktown Solution, которая консультирует украинское государственное учреждение и взаимодействует с официальными лицами в Киеве Дэниела Вайдича. Короче, Дэниел Вайдич, уж не знаю кто он, наверное, хороший человек, говорит, что беспокоиться не следует и что вздохнул с облегчением Шетельман правильно. Но, как только ты вздыхаешь с облегчением, и тебя поздравляют, говорят, с облегчением вас, Михаил Павлович. Тут-то все, к сожалению, и начинается. И вот сегодня ночью мы получили другую новость, прямо противоположную, что все-таки Илон Маск получает должность внутри администрации президента Трампа. Да, хотя должность звучит странно. Он возглавит Департамент эффективности государственного управления, который сокращенно называется ДОЖ или ДОЖДЬ. 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 Видите, ДОЖДЬ выгнали из Латвии в Голландию, а теперь его возглавляет Илон Маск. Но я думаю, что это все-таки другое ДОЖДЬ. Потому что ДОЖДЬ, ДОЖДЬ, ДОЖДЬ. Маск возглавит Новый Департамент эффективности государственного управления. Это, похоже, знаете, да? Бюро по борьбе с бюрократией. Или как? Министерство глупой походки, как было у Монти Пайтона. Боюсь, что Илон Маск зароется в собственной бюрократии. Вот что сказал Маск по этому поводу? Угроза демократии? Нет, говорит, угроза бюрократии. Вот я считаю, что в целях борьбы с бюрократией нужно обязательно создать новый департамент. Ну, по-другому как еще, правильно? Но тут есть нюанс. По его словам, это вызовет шок в системе, и у всех, кто причастен к растрате государственных средств, это очень много людей. Слушайте, если Маск будет бороться с коррупцией в США, ну, во-первых, нам до этого нет дела, мы-то не участвуем в коррупции в Соединенных Штатах Америки, к счастью или к сожалению, но не участвуем. Второе. Ну, отлично, можно действительно проверить, наконец, растормошить систему реально, которая местами подтормаживает. То есть, посмотрите, даже русский шпион пригодится, если его направить в правильное русло. Может быть, я подумал, может, Трамп понимает, что, типа, дельный человек, деловой, активный, да, русский шпион, но так давай использовать его не на русском направлении, а на ком-то другом. Ну, логично, подумал я. И тут же получил доказательство от Трампа, что именно так он и рассуждал. Потому что, оказывается, Илон Маск будет возглавлять этот департамент эффективности государственного управления не в одиночку, а с вами. Точнее, Рама с вами. Точнее, с Рама с вами. Помните такого человека? Или вы уже забыли, кто такой Рама с вами? Рама с вами был кандидатом президента США. Ну, точнее, он выдвигался на праймере внутри республиканской партии против Трампа. Шел такой Рама с вами. И мы тогда хватались с вами за голову от того, что с нами Рама с вами. Потому что Рама с вами примерно давал следующие месседжи по нашему вопросу. Он при этом какой-то либертарианец, бизнесмен и так далее. Но он заявил, что признает оккупированные территории Украины российскими. Заявил, что заблокирует вступление Украины в НАТО. Заявил, что снимет все санкции с России. И, наконец, вишенка на тортике, что лично посетит Москву в 2025 году. Рама с вами. Ну, Трамп тоже говорил, что за 24 часа закончит войну. Она как-то не закончилась. Может, и Рама с вами долетит до Москвы только к 2028-му. Почему бы и нет? Хотя будет ли тогда Москва? Я лично сомневаюсь. Надеюсь, что Москва, как это, слезам не верила. И теперь вот все. Теперь уже проверила. Ну, Рама с вами вместе с Илоном Маском возглавляет этот новый департамент. То есть два человека, один из которых русский шпион, второй из которых, ну, я не знаю, из каких соображений, он может не быть, кстати, шпионом. Рама с вами, может, он действительно искренний путинист, русист, русский империалист, ну, судя по фамилии, Рама с вами. Это же не означает, что он на кого-то работает. Маск, он как бы неожиданно изменил позицию после покупки Твиттера. Рама с вами не такой. Но согласитесь, что после того, как мы вчера вздохнули, все такие, фу. Сегодня мы должны вздохнуть совсем по-другому, типа, фу. Ну, потому что Рама с вами и Маск в правительстве США. Посмотрим, как мы можем их применять. А вот один человек не должен сегодня вздыхать с облегчением, это товарищ Патрушев. Тоже, видать, вчера нас слушал. А мы, точнее, вчера о нем много говорили, что Патрушев, тот, который Николай, который настоящий, а не который, поддельный Патрушев, который раньше возглавлял Совет Безопасности, а сейчас советник по кораблестроению Путина, он ведь вчера сказал, что это неправда, что Украина уничтожила Черноморский флот. Что это, говорит, неправда вообще, все в Черноморском флоте хорошо. Это стоило жизни одному человеку, заявление Патрушева. Сегодня утром получаемую новость о том, что в Севастополе подорвали капитана первого ранга Черноморского флота прямо в автомобиле, и он погиб. Дальше новость уточняется, что это был начальник штаба 41-й бригады ракетных кораблей и катеров Черноморского флота. Капитан первого ранга Валерий Транковский. Ну и, наконец, апофеоз. СБУ ликвидировала руководителя штаба ракетных кораблей Черноморского флота РФ в Севастополе. Штаба ракетных кораблей. Песня, помните, была, да, это? А небо с каждым годом держать все тяжелее. Дорожит оно от гула ракетных кораблей. Вот и не удержал небо атлант Валерий Транковский, капитан первого ранга. Задрожал от гула ракетных кораблей. Сначала ему оторвало ноги, потом он истек кровью и помер на оккупированной территории в Крыму. Ну что ж, это отличный успех. Действительно, поздравляем СБУ с ликвидацией этого опаснейшего человека. Транковский, как пишут, видимо, это не знаю какой источник, видимо, в СБУ. Военный преступник, который отдавал приказы на пуски крылатых ракет из акватории Черного моря по гражданским объектам в Украине. В частности, он обстрелил Винницу калибрами в июле 2022 года, когда погибло 29 мирных жителей. Также этот человек неоднократно обстреливал Одессу и другие мирные города, из-за чего погибло много гражданских. Он был абсолютно законной целью с точки зрения законов и обычаев ведения войны. Ну, во-первых, для того, чтобы быть законной целью, не нужно быть военным преступником. Достаточно просто находиться на службе вооруженных силах России или даже просто насыпить на себя военную форму, находясь на территории оккупированных территориях или просто на территории РФ. Это все законные военные цели, нечего тут рассуждать. Если, не дай бог, сейчас какой-нибудь русский оппозиционер скажет, что это теракт, не наш метод, здрасте, пожалуйста. Это часть нашей войны. Мало того, такими делами можно заниматься и после войны, потому что это будет ликвидация военных преступников, если они не сдадутся. То есть каждый военный преступник должен лично явиться с повинной в СБУ. Тот, кто не явился, с ним будет вот так. Надеюсь, что такой аналог центра Визенталия, который будет преследовать русских военных преступников, будет создан в Украине и спецкоманды, и МОСАД и так далее. И да, в течение, может быть, 10-20 лет, но каждый из тех, кто выпускал ракеты по мирным городам Украины, будет вот так же ликвидирован, как сегодня был ликвидирован этот капитан какого-то там ранга. Впрочем, какая нам теперь разница, какого он там ранга, хоронить его все равно будут по высшему разряду крымской земли. Пока ему хватит, а потом, когда они будут эвакуироваться, они его выкопают и труп разложившийся увезут с собой российские военные. А сегодня новые, уже новые российские военные преступники, летчики, впрочем, их командующие в авиации России, он в розыске, в ГАГе, сегодня после долгого перерыва выпустили крылатые ракеты по Украине. Давно, давно этого не было. Значит, атака на Киев ракетами, по-моему, этого не было 73 дня. Впервые за последние 73 дня вот такой комплексный удар, когда и крылатые ракеты, и баллистические ракеты «Искандер», и их модификация корейская КН-23, КН-24, все это было выпущено по Киеву. Атаковали и беспилотниками, атаковали и ракетами. Сбито 37 беспилотников, две баллистических ракеты «Искандер», две крылатых ракеты. Всего атаковал враг 96 средствами, ну, остальные, видимо, большая часть, 47 беспилотников, были отклонены РЭБом, а два улетели в другую страну. И давайте, ну, посчитаем быстро. 37 сбит, а 47 отклонено. Это 84, плюс два улетели, 85, 86. А, нет, 10. 10, получается, 86. И непонятно, короче, сколько. Непонятно, сколько всего прилетало, ну, извините. Всего 96. А, значит, 6 беспилотников, к сожалению, достигли целей. 6 беспилотников смогли что-то разрушить, кого-то ранить. Есть в Киеве раненые, но вроде бы, к счастью, нет серьезно пострадавших у нас. Чего не могу сказать про другие города, где есть раненые. Есть раненые. Да уже и сейчас утром россияне бомбу сбросили на Харьков в очередной раз. Все это продолжается. Поэтому вся эта статистика без учета КАБов. Ну, вот удивительно, что... Почему две ракеты? Почему две ракеты Х-101? Россияне вчера ночью выпустили из оленей там 6 или сколько-то, или 9, не помню, бомбардировщиков. Те слетали и ничего по нам не выстрелили. Сегодня всю ночь на Каспийское море летело 6 бомбардировщиков оттуда же с Мурманской области. В результате 6 бомбардировщиков выпустили две ракеты. Вот это все для меня загадка. Я не понимаю, что это происходит. Вчера у меня было объяснение, что наши спугнули их в Энгельсе беспилотниками. Сегодня такого не было. Поэтому простого ответа на этот вопрос у меня нет. Почему две ракеты? Почему, почему, почему? Давайте дождемся, может кто-нибудь умный скажет. Я, честно говоря, боюсь тут гадать. Кутирунду скажу, скорее всего, если начну угадывать. Ну, значит, начнется сейчас политический, знаете, вот эти разговоры. Это Путин приказал эскалировать, но не сильно, чтобы Трамп... Блин, не верю, не верю. Это какой-то технический момент. Технический. Неизвестный мне точно. Технический момент. А мы, кстати, в это время попали в аэропорт Пензы. То есть логично было бы, если бы мы попали в аэропорт Саратова снова, как мы вчера, когда мы нарушали им логистику, избивали, ну, мешали им провести атаку на... провести атаку на ракетную на Украину. Сегодня мы ударили по аэропорту Пензы. С чем я вас, во-первых, поздравляю, потому что я впервые узнал, что есть такой город Пенза в России. Я считаю, что это повод подписаться на канал Штальман. Вчера, кстати, у нас встало 534 тысячи человек. 534 тысячи. Уже на штальманометре. Я думаю, сегодня... Ну, сегодня мы не успеем. Давайте попробуем хотя бы округлить 535. Подписывайтесь на канал Штальман. Ставьте лайк этому видео. Ведь сегодня я раскрыл для вас огромную загадку. Я дал вам чисто новую информацию. Я сообщил, что в России есть такой город Пенза. Я думаю, что вы, так же, как и я, были уверены, что Пенза это то, чем чистят пятки. Пятки все время чистили Пензой, а в России в честь этой самой Пензы назвали почему-то целый город. Ну, не знаю, может, у них там залежи, месторождение Пензы или Пяток или что-нибудь еще. Ну, вот именно аэродром Пензы. По аэропорту Пензы мы нанесли сегодня удар беспилотниками. Я не уверен, что попали, но аэродром они закрывали там, в этой Пензе. Может, Пенза и Саратов это одно и то же. Тут тоже наука умалчивает, потому что современных карт России до нас, к сожалению, не доходит, поэтому мы точно не знаем, как устроена эта далекая страна, находящаяся на самом краю земного диска. Ну, хорошо, то, что мы попали в Пензу, это просто еще пополнение списка учи географию Российской Федерации по ударам наших беспилотников. Меня очень много спрашивают, спрашивали за последние сутки, прям много, про Шлозберга. Прям пишут письма про Шлозберга. Всех взволновал, сука, Шлозберг. Я, причем здесь я не оговорился. Я про этого Шлозберга, что такое Шлозберг, это не Пенза. Пензой чистят пятки, Шлозбергом чистят сарай от навоза. Так вот, Шлозберг это бывший российский оппозиционный политик, он был в партии Яблок с Явлинским. Но все, вся партия Яблока перешла на службу Кремля, на службу Путина, и как выяснилось, что Шлозберг тоже перешел. Но это мы не сильно наблюдали, потому что мы знали Явлинского, ну, как бывший кандидат, президент России, бла-бла-бла-бла-бла. И когда он перешел на службу Путину, мы все это тоже увидели во всех эфирах, все было очевидно. Тем более, он и ходил к Путину прямо объяснять, как лучше воевать с Украиной. А вот Шлозберг перековался, тоже какой-то момент. И вы знаете, ну, как бы, честно, я бы уже его и не комментировал. Но один раз послушал, прокомментировал давно, когда он тоже призывал оставить под оккупантами миллионы украинцев, продолжать, естественно, понятно, что бы с ними происходило под российской оккупацией, призывал Украину остановить сопротивление, там все такое, да. Что, дескать, Зеленский виноват у него там в чем-то. Ну, то есть просто ад и Израиль, как говорят в таких ситуациях. Но он ухитрил создать интервью Ксении Собчак, что само по себе один российский пропагандист дает интервью другому российскому пропагандисту, но это как-то так себе, да. Как бы, когда основной состав Реала играет с запасным составом Реала. Но результат же будет очевиден. Зачем смотреть такую чушь? Но оказалось, что он там внутри этого интервью в этот раз наезжал очень много на российских оппозиционеров, причем конкретно там. А вот вы, товарищ Невзоров, ну, дальше какие-то эти, как они называются там, не апострофы, не эфемизмы, а, ну, чего про человека говорят, вы поняли, какие-то характеристики, да, этого человека. Потом про Яшина, про тех, про сех, пятых, десятых, вообще все у него предатели, игворы, негодяи, кроме него самого, ну, тут, само собой. И дальше русская оппозиция наехала на этого Шлосберга и началась, снова потекло, потекло во всех, во всех дыр, поэтому меня спрашивали много про это. Ну, во-первых, сам факт, на интервью с Собчак это для меня звучит, знаете, уже как приговор. А не хочешь ли вставку генералу Духонину говорили во время Первой мировой войны, имея в виду, что мы сейчас тебя прямо на штыки поднимем и расстреляем. Вот так же на интервью с Собчак это как в Сибирь сослать. Ну, потому что туда только уже приговоренных к смертной казни посылают на интервью с Собчак, тоже еще туда пойдет. Но, значит, он там, короче, наехал на русских оппозиционеров, поэтому они ему много отвечают. Но давайте возьмем только ту часть, которая интересует нас, часть, касаемая российско-украинской войны. Этот, бывший оппозиционер Шлозберг, стал рассказывать, что Украина, оказывается, не жертва войны, потому что она, сука, сопротивляется. Как она может быть жертвой, если она сопротивляется? Жертва, говорит, не сопротивляется. Вот. Поэтому вот. И все придрались к этой фразе. И он вчера был вынужден давать свои объяснения, разъяснения и требовать, чтобы Путин с Зеленским остановили войну, что Зеленский должен отдать приказ не стрелять. Мне все время казалось простая история. Если ты оппозиционный политик, я, собственно, такую же претензию к Яшину когда-то предъявлял, ты оппозиционный российский политик. Оппозиционный к кому? К Путину, правильно? Ты должен требовать от Путина вывести войска, оккупационные войска с территории Украины. Если твоя цель остановить войну, то у тебя есть один метод останавливания войны. Пока ты российский оппозиционный политик, у тебя есть один метод. Требовать от своего президента добиваться любой ценой, захватывать власть и выводить войска с территории Украины. И война сразу закончится в этот же день. Все эти, как они там говорят, бессмысленные смерти в этот же день прекратятся. В этот же день. Не надо объяснять что-то Зеленскому, нам объяснять. Вот это не надо, пожалуйста. Туда, к себе, в Россию. Они признают жертвами только погибших с одной стороны, а над погибшими с другой стороны глумятся, говорит Шлозберг. И он прав. Мы действительно жертвами признаем только погибших с украинской стороны военных. Он про военных сейчас. А погибших военных российских мы, естественно, над ними глумимся. Как еще? Вот как над этим капитаном первого ранга, бывшим. Ну бывшим, потому что сейчас он уже не капитан и не первого, и не ранга. Для них кровь человеческая, говорит Шлозберг, разного политического цвета. Кровь одного народа, для них может быть кровью жертв, а другого не может. Дальше, говорит, это нацизм. То есть как бы разделять то, что мы, украинцы, защищаем Родину, наши солдаты защищают Родину. Когда они гибнут, они герои. А российские оккупанты – негодяи, убийцы и преступники. Поэтому их кровь действительно другого цвета. Это правда. И это нацизм? То есть осуждать агрессора и поддерживать жертву – это нацизм? Мне вот очень интересно. А в России, вот у них есть день скорби по немецко-фашистским захватчикам? Вот в какой день россияне собираются поскорбеть на тему того, что они перебили столько немцев под Москвой и Сталинградом? Или музей погибших немецко-фашистских захватчиков? Или это уже как бы как там? Как там с кровью разного политического цвета? А, господин Шлозберг, сочувствуете погибшим немецким оккупантам-то под Сталинградом и под Москвой? Или тем, кто блокаду Ленинграда устраивал? Сочувствуете? Или все-таки жертвами считаете только советских граждан, а немцев не считаете? Или как у вас там устроено все? А вот в Черябинской области, где поддерживают Шлозберга, скорее всего, там даже его решили до конца не поддерживать. Все-таки сказали, что все-таки не одинаковая кровь, черт возьми. Вот разную политическую цвету кровь сказали в Черябинской области. Там на стенде, это Невзоров выложил видео, на стенде героев СВО, так называемых, поместили, ну, нескольких, там, четыре портрета, жителей вот этого там, то ли села, то ли города, города небольшого в Черябинской области, не знаю, как называется город. И один из них, это боевик ЧВК «Вагнер», который до этого, как он оказался в ЧВК «Вагнер», он из тюрьмы туда попал, он изнасиловал женщину, мать двоих детей и убил. Перед этим сначала выколол ей глаза, когда насиловал, потом, значит, изнасиловал, убил и теперь стал героем Российской Федерации. Ну, собственно, было за что, понятно. Его назначили героем Российской Федерации, его портрет повесили. И вы знаете, в этом городе это вызвало возмущение. То есть ходят люди, возмущаются, говорят, как? Мы же знаем, кого он убил. Мы знали эту женщину, мы знали, что он с ней сделал. Почему он сейчас висит на стенде, что он герой России? То есть ничего себе у них просыпается сознание, подумал я. Но тут же нет. Они говорят, посмотрите, он висит рядом там с Ивановым, Петром, Сидоровым, а это же наши настоящие герои. Они же по-настоящему воевали в Украине. То есть для них, понимаете, те герои, которые убивали нас, такие же убийцы и насильники, они как бы герои. А этот убивал ихних, ихних. Поэтому он у них не герой. Шлозберг, вам надо в Чернобыль, не в Челябинск, в Чернобыль, в Челябинскую область ехать и там объяснять, что одинаково надо относиться к тем, кто убивает россиян и украинцев. Вот может вас там поймут на улице в Челябинской области. Я очень надеюсь. Что-то я разошел с этим. С этим Шлозбергом. Фу, фу. Не буду лучше. Буду про наши говорить людей. Здравствуйте, Михаил, меня зовут Ирина. Пишет Ирина. Я из 20 тысячи. Видите, вот Ирина помнит, что она из 20 тысячи. Те, кто подпишется сегодня на канал Штельман, будут из такой, я забыл, 535 тысячи. Тоже юбилейно просто запомнить. Лучше подпишитесь сегодня, чем подпишитесь завтра. Потому что иначе придется подписываться послезавтра. Подпишитесь, поставьте лайк, лайк, лайк. Ирина пишет, проживаю эту войну в дружной компании шительманцев. Благодарю вас за вашу работу и за то, что вы собрали всех нас вместе. Я выехала из родного Мелитополя в марте 22-го года. Сейчас проживаю с дочерьми в Запорожье. Хочу рассказать про мовнопытания в нашей семье. То есть языковой вопрос, как устроен в семье беженцев из Мелитополя в Запорожье. Мы русскоязычные, но за последние полтора года младшая дочь, 15 лет, сама перешла на украинский язык. Мы так дома и общаемся. Младшая на украинском, я на русском. Старшая со мной говорит на русском, а с сестрой на украинском. Живем дружно, поддержим и понимаем друг друга. Но как мама, хочу похвастаться. Младшая дочь рисует на планшете. Во время тревога мы спускаемся в подвал. Она берет планшет, рисует и отправляет рисунки друзьям за плату в 20-30 гривен. Все это собирает донатить на ВСУ. Я ее называю «Моя ВСУшечка». Если возможно, передайте эту историю Камчатке и его побратимам. У всех их поддерживаем, даже маленькие девочки. Слава Украине! Вот видите, Ирина, вы просили, я передал Камчатке. Камчатка нас сейчас смотрит. Видите Камчатка? Вот так сейчас в Запорожье маленькие дети занимаются тем, что поддерживают вас, наши герои. И наши герои оправдывают ожидания 1770 россиян. Цифры каждый день такие уже прям диковатые. Вчера было 1950, сегодня 1770 уничтоженных россиян, согласно докладу генерального штаба. А все потому, что россияне пытались за последние сутки 20 раз прорвать оборону ВСУ на Курском Лацдарме. И тут я углубляться не буду в рассказ, потому что я думаю, что на многих каналах, которые занимаются именно обзором боевых действий, вы имели честь увидеть вот эти штурмы российских на БМП, на танках и так далее, и то, как наши воины уничтожают эти танки БМП, и как потом охотятся на разбежавшихся россиян. Но, к сожалению, к ним пришло подкрепление в виде северокорейских воинов, и это, наконец, увидел Госдеп США. Значит, господин Патель, Патель, ведант Патель, представитель Госдепа, заявил, что более 10 тысяч солдат Северной Кореи направлены на восток России, в Курскую область, и они участвуют в боевых действиях. Россия обучила солдат Северной Кореи артиллерийскому делу, использованию беспилотников, основным навыкам пехоты, включая расчистку траншей, что является критически важными навыками для передовых операций. То есть, что говорит Патель? Да, абсолютно есть польза россиянам от северокорейцев, да, они сделали из них зверьков, которые копают окопы, стреляют из пушек и даже управляют дронами. И где ответ Америки-то? Где Великая Америка? Где Make America Great Again? Вы просто сообщили нам об этом факте, мы знали. Теперь вы сообщили всему миру. Next step, где следующий шаг? Рама с нами или не с нами? Маск с нами? Или нам нужно дождаться нового министра обороны США, чтобы что-нибудь сдвинулось в мёртвые точки? Где ответ военный Северокорей? Ну, впрочем, на должность министра обороны, кстати говоря, Трамп тоже объяснил, кого он выдвигает. Выдвигает он Пита Хексита. Я думаю, что это имя вам ни о чём не говорит, если вы не американец, не живёте в Америке. Мне ни о чём не говорило, не так часто я смотрю телеканал Fox. А это ведущий Fox News с 2014 года. До этого этот человек воевал лично. Он воевал в Ираке, в Афганистане и работал в тюрьме в Гуантанаме. Значит, как сказал Трамп, с Питом, ну Питом Хекситом, с Питом у руля враги Америки предупреждены, наши военные снова станут великими, и Америка никогда не отступит. Ну, уважаемый Пит Хексит, у нас есть для вас совет. У нас здесь страна советов, поэтому у нас есть для вас совет. Смотрите, к нам на фронт прибыли с той стороны, я имею в виду, окопов, северокорейцы. Вы, как телеведущий, должны понять, что корейское кино сейчас в моде. Во всём мире корейское кино продвигается, захватывает ведущие позиции, получает Оскары и так далее, и кей-драма и так далее. Мне кажется, вы можете вложить, внести свой вклад в северокорейский кинематограф. Если начнёте, направите какие-то войска, которые будут уничтожать ваших американских бомбомётов, этих северокорейцев в Курской области, а вы будете всё это, мы это будем всё снимать, передавать вам кадры, и вы снимете замечательный северокорейский, первый художественный северокорейский фильм, да, давно как я погиб в Курской области. Вот это будет кей-драма тоже, только кей-драма, она как бы будет от слова Курск, кей-драма. И кей-поп, это то, что... А, я знаю, кто такой кей-поп. Это поп, который будет крестить посмертно корейцев. Вы же знаете, что телеведущий Соловьёв... Нет, не Курск, я говорю Соловьёв. Это на впередаче Соловьёва, он разговаривал с Аптео Лаудиновым, который сейчас, ну, как бы, спикер по вопросу Курской области. И спикер этот Аптео Лаудинов, он же командир Ахмата, сказал, что, мол, вот северокорейцы, они безбожники, нам зря их прислали, потому что мы здесь люди все набожные, религиозные в России. Кто-то мусульманин, тот христианин, тот иудей, но все набожные. А вы прислали нам безбожников северокорейских. Вот кей-поп теперь это будет такой русский священник, присланный Гундяевым, который будет посмертно осенять кадилом, так сказать, северокорейцев, чтобы они хотя бы умирали уже воцерковленными. Мне кажется, это хороший будет фильм, и телеведущий Пит Хексет, я думаю, сможет из этого сделать хорошую картинку, тем более в войне-то он и так разбирается. Хотя с телеведущим есть некоторые нюансы. Он мне нравится уже заранее, потому что он не моет руки, он не мыл руки 10 лет. Тут я его абсолютно поддерживаю, хотя я и мою, но я мою из предрассудков, потому что общество заставляет. Говорит, Михаил, что же вы с грязными руками за Кока-Колу хватаетесь? Пит Хексет объясняет свое поведение, почему он не мыл руки 10 лет, потому что Пит Хексет не верит в существование бактерий. Я сейчас не шучу, да, не шучу. Он прям реально не верит в существование бактерий, он об этом прямо заявил в 2019 году. Так как, говорит, их не видно, то, говорит, значит, их и нету, сказал Пит Хексет. Я вам сейчас даже найду, может, дословную цитатку. Да, у меня, говорит, как будто прививка. Бактерии выдумка, потому что я их не вижу, а значит, их не существует, заявил Пит Хексет. Ну, уважаемый господин Пит Хексет, северокорейцы же не выдумка, они похожи на бактерии по размеру, я знаю, но они не выдумка. От них надо отмыть нашу линию фронта. Обязательно. Но с бактериями круто вышло. Это прям как, помните, мартышка, как мартышка из 38 попугаев. Когда мне, говорит, дают банан, я его чувствую. А когда мне покажут бактерию, я ее не чувствую. Удачи, конечно же, Питу Хексету на посту министра обороны США. Я думаю, что нам, мы с ним не соскучимся. Нам хорошо, что назначают таких людей. Поймите, не будь Трамп русским шпионом, я бы тоже радовался его назначению. А Пит Хексет телеведущий. А это значит креативный, современный какой-то чувак, который способен мыслить вне привычных рамок. Украина, чтобы воевать с Россией, постоянно мыслит вне привычных рамок. За время этой войны наши технологи, наши производители дронов, наши военные совершили столько открытий изобретений, изобретая новые способы войны, что мы бы иначе эту огромную армию не могли сдерживать, не будь мы страшно изобретательны. И я думаю, что Пит Хексет человек с открытым разумом, понимаете, с опен-майндом. Чувак воевал там на войне, сям на войне, теперь он телеведущий. Но всяко к нему можно прийти, и он тебя услышит, если ты принесешь ему хорошую идею. Поэтому я думаю, что для наших, для нашей администрации это хороший шанс и для нашего Министерства обороны найти общий язык с новым министром обороны США. Правда. А пока имеем дело со старым, старым, ну, прошлым министром обороны. И вот представитель Пентагона нам сообщил, что из обещанного американцами нам передали 83% боеприпасов и 67% средств ПВО. Это нам сообщил Пентагон. Значит, от принятия дополнительного финансирования до середины октября мы доставили, ну, с апреля, мы доставили в Украину 83% критически важных боеприпасов, обещанных с наших кладов. В частности, артиллерийские снаряды 155 мм, GMLRS, ракеты «Хаймарс», боеприпасы к «Патриоту», на «Амсу» и тому подобное. Мы также доставили 67% других возможностей, включая ракеты «Стингер» и «Хок», и выполнили 60% наших обязательств по огневым средствам. И как-то вот мне что-то хреново с этими процентами. Это мне все напоминает, помните, Пригожин, перед тем, как помереть, зачитывал, говорит, нас поставляют только 17% снарядов. И что он сказал? Шойгу и Герасимову, где снаряды? И я сейчас скажу, Остин, где снаряды? Почему на 67%? Почему на 60%? Почему не на 100%? У вас нет снарядов? Что случилось-то? Почему 60%? С апреля США доставили в Украину тысячи, ну тысячи это такое абстрактное, тысячи снарядов. Представитель Пентагона уточнил, что по состоянию на 12 ноября, то есть вчера, США имеет возможность предоставить Украине вооружение и снаряжение еще более чем на 9 миллиардов долларов. И вот снова возникает тот же вопрос, что у нового министра обороны. Если у меня есть банан, я его чувствую. Когда мне дают банан, я его чувствую. Когда мне дают снаряд, я его чувствую. У вас есть возможность дать на 9 миллиардов. Почему не дали? В частности, 7 миллиардов доступно по программе PDA, еще два по программе USA, которая предусматривает заказ вооружения производителей. Ну, и этот исходящая натура Салливан сказал, что до конца года на 6 миллиардов нам дадут оружие. И прошло уже несколько дней, мы слышали про новый пакет. Тут, чтобы успеть до конца года, извините, до конца года осталось 7 недель. Надо в неделю больше миллиарда долларов тратить. То есть нам нужно, вот вы давали прошлые пакеты на 250 миллионов, а нужно в неделю потратить 1 миллиард 250 миллионов. То есть вы должны каждый рабочий день, каждый рабочий день давать нам новый пакет помощи, чтобы успеть вот эту сумму освоить до конца года. Каждый день. И, и где, и что, и почему нет, и ну. Вот сейчас Маска на вас нет. Вот если Маск придет, он с бюрократией будет бороться, правильно? И вот тут-то мы его используем. Будете иметь дело с Илоном Маском с его раковиной, если добровольно не поставите нам все, что обещали. Вот даже Тайвань, учитесь у тайваньцев. Тут выяснилось, Форбс опубликовал статью, что, причем Форбс настоящий мировой, не фальшивый русский, что оказывается Тайвань подарил Украине 15 систем ПВО ХОК и возможно стал одним из крупнейших помощников украинских ВВС. Значит, ну тут куча всяких подробностей технических про эти батареи. Значит, without much fanfare, то есть как бы без всяких фанфаров, Тайвань may have become one of the Ukraine Air Force biggest boosters. То есть самым главным ускорителем для наших вооруженных сил ВВС, в смысле, стал, оказывается, Тайвань. Без фанфаров, то есть все это было тихонечко. Тайно нам поставлялось оружие и система ПВО. Значит, Тони Хук об этом сообщил, что Тайвань передал свои излишние системы ХОК, земля-воздух, украинским вооруженным силам. Мы когда не слышали про военную помощь в Тайване? Никогда не слышали. А они, оказывается, оказывали ее прямо начиная с 2023 года. И к чему это все привело? Тут, ладно, все подробности технически я опущу. Важно следующее, что вот было, они посчитали в Форбсе, сколько у нас было на момент начала войны, систем ПВО, сколько есть сейчас, сколько поставил Тайвань. И сейчас получается, что треть наших ПВО – это тайваньские системы ПВО. Ну, они не тайваньского производства, что-то тайваньского, что-то не тайваньского. Но поставленные Тайванем. Ничего себе. Да, пишут они. Эти системы ХОК им 60 лет. 60 лет как построены. Но это простая, надежная, высокомобильная, легко апгрейдиваемая, то есть легко ее обновить и ускорить и так далее. It works just fine against slower drones. Их отлично работает против медленных дронов, против крылатых ракет и против, кстати говоря, самолетов с пилотами. Вот такие неожиданные сведения мы получили из Форбса. Приятно слышать. Ну, честно, приятно слышать. Оказывается, у нас есть тайные друзья на Тайване. Вау. Мэджик. Хорошо. А не тайные друзья у нас во Франции. И они вчера дали две новости. Хорошую и плохую. Хорошая в том, что вместо трех Миражей нам в первой партии передают шесть самолетов Мираж 2005F. Плохая новость в том, что они появятся у нас в Украине в марте. Обещали до конца года. Ай-яй-яй. Обещали так. Вот. А вот Великобритания, вероятно, будет вынуждена. Вот сейчас небольшая сенсация, хотя немножко порос шемхом. Вероятно, Великобритания будет вынуждена разместить свои сухопутные войска в Украине, если Трамп после вступления в должность сократит финансирование Киеву. Это была бы новость эффекта разорвавшейся бомбы. Если бы не одно обстоятельство. К сожалению, сообщил нам об этом Борис Джонсон. Я когда увидел, что об этом сообщил премьер-министр Великобритании, я страшно обрадовался. Но оказалось, что это все-таки бывший премьер-министр Великобритании сообщает нам об этом. Он подчеркивает, что поддержка Украины имеет решающее значение для чего? Предотвращения со стороны России угрозы другим европейским странам. Борис Джонсон понимает, что угроза от россиян, естественно, исходит всей Европе, а не только Украине. И поражение Украины приведет к еще большей угрозе на границах европейского континента. Продолжение финансирования Украины, по мнению Джонсона, является разумной инвестицией, а отказ от этой стратегии чреват значительно более высокими расходами для Великобритании в будущем. Итак, Борис Джонсон, фиксируем, призвал в случае, если Трамп откажется продолжать военную помощь, чего мы все опасаемся, привезти британские войска прямо на территорию Украины. Учитывая сегодняшнюю дружбу британцев с французами, так может они уже просто вместе и пойдут? Им не первый раз в Крым приходить вместе в составе британско-французского экспедиционного корпуса. Почему бы и не повторить? Можем повторить, да, Крымскую войну, британцы и французы? А? Мне кажется, можем. Мне кажется, можем. Да. Ну а теперь от войны немножко к политике. Очень странная статья появилась, странная на мой вкус, но все равно менее странная, чем вот эти непонятные ракетные удары по Киеву двумя ракетами. Статья в экономисте. Я думаю, что сегодня все, кому не лень ее читают, обсуждают, спорят о ней. Потому что эта статья в экономисте написана весьма и весьма корявенько. Она утверждает, что у нас чуть ли не назначена на май месяц президентские выборы. Май месяц 2025 года. Ох, да. Значит, и тема эта раздувается как-то на мой вкус подозрительно. Ну пишут они, что называется статья Владимира Зеленской «Faces a Power Struggle in 2025 году», короче, что мораль у нас падает внутри Украины и что начинаются разговоры о том, что в Украине пройдут выборы. Я такой думаю, где эти разговоры, интересно, происходят? Читаю саму статью в экономисте. И что они пишут? Разговоры сейчас все, то есть корреспондент находится в Киеве, описывает ситуацию, описывает, что магазины и рестораны работают, ну вот бомбардировки, вот это плохо, вот это хорошо. И дальше говорит корреспондент. Разговоры сейчас все о Дональде Трампе и, значит, о предстоящей его Дональде Трампа игре. Будет ли новая администрация США строить там чего-то между Украиной и Россией? Возможно ли, что администрация Трампа достигнет прекращения огня? И будут ли после этого выборы? Я вам так скажу. Я в Киеве и в разговорах разных участков. Это правда. Первая часть предложения, чистая правда, все разговоры о Дональде Трампе, все разговоры о том, сможет ли он что-то там добиться от Путина, заставит ли он нас или наоборот уговорит установить режим прекращения огня, об этом все разговоры. Это чистая правда. Я слышу про Трампа везде, прямо везде. В бассейне меня прямо из-под воды выныривают, говорят, ну что Трамп? В кулинарии меня спросили про Трампа вчера. На улице я уж не говорю. А про выборы ни разу не спросили. А у корреспондента экономиста почему-то все принимаешь вокруг про выборы, говорят. И что-то сдается мне, что выглядит эта статья нехорошо. Что это один человек, вот судя дальше, я вам почитаю кусочки, судя по всему, это один человек какой-то, не будем говорить кто, рассказывал корреспонденту экономисту, что все тут, понимаешь, говорят про выборы. Да еще и про то, что так, как, говорит. Значит, 20 января инаугурация Трампа, значит, выборы 25 мая 2025 года. Понимаете логику, да? Это они посчитали, что типа, ну как, если 20 выборы, то за недельку Трамп справится, и значит, у нас получится, что февраль, март, апрель, май, то есть сняли военное положение, через 4 месяца выборы. Это кто им такое рассказал? Это почему так? Ну, то есть, это как они постарались вот такой слух запустить? Когда слухи запускают все эти там, прости господи, шлозберги, прости господи, всякие там провокационные радиостанции русских оппозиционеров, так называемых в кавычках, я понимаю, но экономист до этого скатился. Значит, дальше они тут же пишут, следующий абзац, ну, чтобы не попасть под раздачу. Президентский офис все это опровергает про то, что якобы готовятся выборы. Ну, слава богу, конечно, опровергает. Дальше. Большинство источников скептичны относительно того, что это произойдет. Ну, так логично. Ну, потому что вы сейчас утверждаете, что Трамп 20 января быстро заключит мир, правильно? После чего действительно пройдут выборы, это правда. Только вы как бы говорите, ну как, Трамп же пришел к власти, значит, он точно заключит мир, а раз он точно заключит мир, значит, сразу выборы. А с чего вы как-то проскочили так вот этот этап про заключит мир? Меня расстроит, когда я такое в иконам месте читаю. И дальше они же сами тоже признаются. Это не впервые, когда киевской столице ходят такие слухи. Да, не впервые, только распространяются эти же люди эти слухи. Да, пишут они, есть же проблемы с организацией и с легитимностью. Как же вот эта нация, которая сейчас вот так разбросана, сможет провести выборы? А, да, догадались, слава богу, да, что выборы провести невозможно. Только не догадались. Почему? Потому что те, кто собирается в них участвовать, те, кто мало-то победит на них, на выборах, они сейчас на фронте. Военные, партии военных будут участвовать в этих выборах. Там, между прочим, защищают нашу родину миллионы людей. И они сейчас все как-то заняты другим, не выборами. После войны, да, выборы, конечно, сразу. Так мы это знаем без всякого журнала «Экономист». А зачем нам журнал «Экономист» придумывает несуществующую дату? И вот я уверен, сегодня хоть на одном интервью меня спросят, а что, 25 мая выборы? А я спрошу, а кто вам это посчитал? Вот откуда вы это взяли? Из журнала «Экономист». А он как посчитал? И дальше цитирую. То есть, почему я догадался, что это все один человечек. Значит, представители «The representatives of one likely presidential rival to Владимир Зеленский say that Ukraine needs selection». То есть, представитель одного из тех, кто, скорее всего, будет соперником Зеленского на выборах, говорит, что Украине нужны выборы. Это про кого вы рассказываете? Вот что это за представитель одного из тех, кто, наверное, будет соперником Владимира Зеленского? У нас, во-первых, Владимир Зеленский говорил, что не собирается идти на выборы. И у нас всего один человек, один, одно лицо сказал, что он собирается идти на выборы президентские. Всего один такой. И мы его все слышали. Латынина, конечно. То есть, это от Латынина они, получается, услышали? И дальше этот человек, ну, видимо, Латынина, говорит, но, говорит, опасаюсь про это публично сказать, что Украине нужны выборы, потому что боюсь мести президентского офиса. О, как, понимаете? Боюсь, говорит, мести. Иконами что сказать могу, больше никому не могу, боюсь. Ну, дальше они описывают, какие перспективы самого Зеленского. Еще раз, я-то думаю, что Зеленский не пойдет. Но, что они пишут? У мистера Зеленского будет трудно ему повторить успех 2019 года. А это почему, интересно? Вот если он пойдет. Ну, сегодня, да? Если сегодняшняя ситуация. Я говорю, это все будет не так. Потому что, поверьте мне, как политтехнологу, результат войны определит, кто будет следующим президентом, да, фактически. Да, на выборах, но кто будет считаться героем, кто будет считаться победителем, а кто будет считаться тем, кто не справился, мы решим по исходу войны, никак иначе. И, ну, я имею в виду внутри. Внутри каждый из нас так решит. И вот, говорит, будет трудно повторить успех 2019 года. Почему? В 2019 году Зеленский накануне выборов имел рейтинг 30% и набрал в первом туре 30%. А сейчас у него рейтинг так-то за 50. Ну, 60 примерно. Мы просто забыли, что это он там во втором туре набрал 70 с лишним, когда уже никого больше не осталось, только он и его соперник. Все. Только два человека. Сейчас-то не такая ситуация. Значит, внутренние опросы пока, которые видел экономист, то есть не проводил экономист, а видел, предполагают, что Валерий Залужный, значит, может быть одним из реальных кандидатов. Это мы тоже знаем. Спасибо. Знаем. Вообще не вопрос. Дальше. Ну, а вот. А вот тут тоже. Какой-то человечек. Мы не знаем, кто это. И они не пишут. Это тот же, про кого уже писали, который возможный кандидат. Или какой-то новый человечек. Говорит. But a former colleague of the president says his best move might be to step aside regardless и так далее, и так далее, и так далее. То есть один из его бывших коллег президента сообщает, что Зеленскому не надо выдвигаться, надо уходить в отставку. Надо уходить в отставку. Это единственный способ спасти репутацию. А что это за бывший коллега президента? Вот кто коллеги президента, да еще бывший? Перечислите, пожалуйста. Очень было бы интересно, что это за бывший такой сотрудник и коллега президента. В общем, расстроил меня иконами со своей статьей. Нет, еще раз, я за выборы после войны сразу, безусловно. Я уже вам говорил, что я, в принципе, за то, чтобы, ну, просто по-человечески, чтобы Зеленскому, наверное, не надо на них идти. Но и не надо нас провоцировать тут. Слушайте, мы тут сидим, народ, нас действительно тяжело вздыхаем. Вот вы же начали вздохнули с облегчением, когда Трамп назначил этих. Вздохнули тяжело, когда Трамп назначил Раму с вами. А вы нам тут суете свои выборы опять, которых мы не просили пока что. Нам надо будет, мы проведем. Обязательно. Не сомневайтесь, товарищи, в икономести. Вы займитесь там, у вас есть другие вопросы тоже, вот как у русская. Оппозиции. Да. Значит, ну хорошо. Последнее, быстро, короткой строкой новости. Займитесь вам лучше выборами в Беларуси. Вот там выясняете, кто кандидат, а кто не кандидат, потому что у Лукашенко он в январе, по-моему, выборы. И вы знаете, с них уже один человек снялся. Снялся с выборов, снятся с выборов в Беларуси. Это говорит само зря. Глава Белорусского союза офицеров Сергей Бобриков. Из чего мы заключили несколько нескольких вещах. Первое. Там, оказывается, есть другие кандидаты, кроме Лукашенко. Второе, что, оказывается, у них есть союз офицеров. То есть, в Беларуси есть некие офицеры. Тоже хорошая новость. И третье, что именно Бобриков. Но Бобриков, это как будто специально придумали такую фамилию. Бобряков. Бобряков. Помните эту песню? Мы ее пели во время годовщины финской войны. Нет, Молотов, нет, Молотов, ты врешь даже больше, чем сам Бобряков. Это была финская народная песня. Потому что Бобряков был представителем, то ли послом, то ли представителем российского Советского Союза внутри Финляндии. И был убит. Да, в результате был убит этот Бобряков человеком по имени Эйген Шауман, который, кстати говоря, что интересно, родился в Харькове. Вот так. С тем Бобряковым разделались, а этот поэтому решил сам в выборах Беларуси не участвовать. Зато засветился Лукашенко. Причем засветился в самом буквальном смысле на общей фотографии саммита. Боже, прости господи. Саммита по окружающей среде. Саммит по окружающей среде прошел в Азербайджане, в Баку. Там принял участие много всяких нормальных вполне себе политиков. Но среди них оказался почему-то Лукашенко. И только один человек... И была финальная фотография, где все встали, выстроились, стали фотографироваться. Только один человек, президент Польши, Андрей Дуда, сказал, что он фотографироваться с Лукашенко не будет. В стол ушел, его там стоят зазывают, есть кадры. Говорят, вы что, я с Лукашенко? А остальным вообще не за шквар, вообще не впадут. Мы уже привыкли, что там на этом фото должен быть Гутерриш. Ну, он уже и с Путиным фотографировался. Чего же, с Лукашенко-то не сфотографироваться. Орбан? Само собой. Премьер-министр Грузии от грузинской мечты? Конечно. Президент Сербии Вуйчин? Само собой. Очень мне было обидно увидеть там Майю Самту, за которой мы буквально неделю назад так болели. Почему президент Молдовы, демократически избранный президент страны, которая идет в Евросоюз, стоит в одном ряду, ну хорошо, в следующем ряду, но на одной фотографии с человеком, который своими руками пытает полицию включенных, отдает приказы на окресте на насиловать их дубинками. Человек, который убил огромное количество белорусов, из-за которого уехали из страны миллионы людей? Человек, который похитил самолет Ryanair, то есть известный космический пират, не космический, прости господи уже, космический, авиационный пират, и вся Европа запретила полеты в Беларусь. Как вы можете с ним сфотографироваться? Неужели вас не трогает кровь белорусов убитых? Неужели не стучит у вас в висках кровь замученных белорусских застенков? Никому не стучит в сердце белорусская кровь? К Шлосбергу тоже можно было бы обратиться. Как вам белорусская эта кровь? Или с Лукашенко можно фотографироваться? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова